Марк Захарович, наш сегодняшний разговор хочу начать с анализа так называемой инаугурации Путина. Американский институт изучения войны детально это изучил и на что обращает внимание, что в этой своей речи Путин призывал россиян объединиться для победы, но вот конкретно что предполагает эта так называемая победа он не уточнил. Аналитики института полагают, что вот таким завуалированным способом Путин хочет избежать каких-то завышенных ожиданий и, соответственно, критики. Как вы оцениваете речь Путина? Как вы оцениваете поведение тех, кто присутствовал на этой инаугурации? Ну и вот такие выводы американского института изучения войны. Вы знаете, но это не очевидные выводы в том смысле, что вообще на таких мероприятиях все это звучит как декларация. Вы не дождетесь там какой-то конкретики, что предполагается под победой и так далее, поэтому они как под копирку. Особенностью именно этой инаугурации является то, что Россия находится в войне, напав на Украину. И он говорит там о уважении героям СВО, защитникам, тра-ля-ля, это стандартный набор. Но это все-таки особенный период, потому что, ну, я хорошо помню предыдущие инаугурации, вот, и там все-таки вопрос войны вот в таком виде он никогда не звучал. Он все-таки обходился, потому что Путин долгие-долгие годы позиционировал себя как президент стабильности. В 90-х были лихие годы и все такое, а вот при нем, при Путине, рай наступил такой, потребительский и всякий другой. Сейчас уже так не скажешь, нужно призывать людей умирать, но это точно уже не потребительский мир, когда вместо покупки машин там китайских, или там, я не знаю, поездок в Турцию, нужно просто умирать где-нибудь под Авдеевкой. Вторая особенность, дело в том, что это, он и так, я считаю, что все 25 лет, что Путин находится у власти, он нелегитимен, да, он в них выборах не участвует, даже выборы 2000 года, это была профамация. Такая же фальсификация и все остальное, но дело в том, что это первый срок его после обнуления. Они изменили Конституцию в июле 2020 года, фактически отменив действующее положение о двух сроках и открыли дорогу Путину к новым двум срокам, а фактически бесконечному, бессменному пребыванию у власти в качестве президента Российской Федерации. Это тоже такая важная особенность, то есть он под себя изменил Конституцию и, используя эти новые нормы, сейчас участвует в выборах, как в первый раз. Но мы такое видели, это не исключительная какая-то вещь, Лукашенко этим пробавляется уже даже больше, но для Путина это тоже важный момент, его узурпация, она теперь даже, скажем так, не только политическая, она очевидной была, с моей точки зрения, когда он преемником стал в 2000-м, но она ещё и законодательно закреплённая под него, он менял Конституцию под себя лично. Вот, и поэтому, конечно, это особенная инаугурация, она останется в истории в том её смысле, что Путин с этого момента является обычным тоталитарным диктатором, строящим династическую, на мой взгляд, на мой личный взгляд, систему, передачу власти, потому что идеологический инструмент передачи не так важен, ровно поэтому нет окончательных целей, а они какие? Захватить Украину, захватить всю Европу, победить в мире, что эти цели не обозначают, потому что они сами их не знают, для этого нужно исповедовать какую-то идеологию. У коммунистов была идеология, они хотели построить коммунизм на всём свете, создать интернационал, двигаться, эту революцию нести дальше, вот это у них было, понимаете? Для чего Путину захватывать Украину? Я уж не говорю о других странах, там, Восточного блока, бывшего из Советского Восточного блока, или там, Европу западную, для чего, что ты можешь им принести, что ты Украине-то можешь дать, кроме коррупции, бесправия, беспредела, несвободы, стагнации экономической и всего, всех тех прелестей, о которых мы и так хорошо осведомлены. Нет, это просто власть ради власти, такой род этатизма, безусловно, в нём есть и реваншистские идеи, милитаристские идеи, идеи имперские, вот. И всё это в общем и целом, знаете, не столько в словах Путина выражено, сколько в его облике, в его самом факте бесконечного пребывания у власти. Мы с ним связываем это всё, как средоточие всех этих идей весьма замшелых, и он это выражает, на своём уровне он это выражает. Ну, посудите сами. Что он делает? Ну, там, почётный караул, там, подъехала на этом ауросе и так далее. Он идёт в церковь. Торжественный майнлебен. Кирилл говорит, что он там чуть ли не лучший президент, и церковь с ним. Чего она с ним? Ведут братоубийственную войну, убивают православных, а он, значит, церковь с ним. Это же парадокс. Ну, церковь-то идеологически несут, в отличие от Путина. Несомненно, потому что у них есть идеология, религия это и есть. Идеология, они в Бога верят, у них там должны быть православный катехизис, у них, в конце концов, история, традиции, у них отсылки к толкам и смыслам. А что у Путина-то? Ради чего он? Они живут ради воплощения идей Бога на земле. А он-то ради чего живёт? Но, тем не менее, смотрите, эта власть нынешняя, она считается для церкви, для РПЦ своей. Потому что он говорит, Кирилл говорит, вот вы же, говорит, человек православный, это большой везение для России, вы ещё и молитесь. Ну, как он молится, и какой из него православный, будучи бывшим коммунистом и сотрудником ЧК, которая была богоборческой организацией долгие-долгие десятилетия. И создавалась именно таковой Дзержинским. Ну, это отдельный вопрос. Но это говорит о чём? О том, что сегодня, в настоящий момент, эта власть предельно архаическая, эта власть стареющая, Путин стареет, хоть он это и всё вот это вот с тебя поправляет, но он стареет во всех отношениях. И молодому поколению, в принципе, которое сейчас предельно конформистски настроено, к сожалению, да, вот молодые люди в России очень конформисты большие. Какая-то их только небольшая часть выступает с нонкроформистских позиций, выступает против Путина, против войны. Ну, в общем, это испоганенное совершенно время. И он тащит вот в это во всё, если посмотреть на лица, которые вот вы спрашиваете, были на этой инаугурации, он тащит в это напоминающие очень хорошо геронтократические времена позднего СССР, когда, знаете, они там двигались еле-еле по трибуням и так далее. Мы это ещё увидим, понимаете? Он команд не меняет. Я, кстати, в отличие от многих, считаю, что он серьёзных, существенных изменений не привнесёт. Вот сейчас в связи с переформированием правительства. Да, он может быть другой премьер. Да, повысятся дети, типа Дмитрия Патрушева или Ковальчука, сына которого в администрации президента, ну и так далее. Рапопорт. Ротенберг, извините. Он их приподнимет. Может, своих дочерей. Но в целом он от команды своих старых, таких, старого окружения, из кооператива «Озеро», из петербургской администрации и так далее, он их не уберёт, он их оставит. И это ещё одно свидетельство того, что это будет век увядания, век старости. Ни больших идей, ни передовых, новаторских, креативных технологий, ни какого-то будущего, которое обеспечивает свободу и больше ничем. Вот этого ничего вообще не будет. У этих людей нет новых идей. Они тащат старое. И война для них – это инструмент закабаления ещё большего и вот этого сохранения заскорузлого, такого ригидного состояния русского общества. Пожалуй, главная интрига, что касается нового правительства и назначения, является, сохранит ли кресло за собой и Шойгу. Как считаете? Ведь речь идёт о борьбе за существенные финансовые потоки в оборонном ведомстве. Вот какие могут быть процессы. Потоки, безусловно, отнимут. Потоки уже отнимают, потому что сажают его лица с ближайшего окружения, вот того же Иванова, непонятно, что будет с Цаликовым, Криворучка. Это всё замы, которые воровали вместе с Шойгу. Но это не значит, что наверх не уходило, то есть выше. Нет-нет, это схема, при которой Шойгу ещё больше ограничат. У него будет меньше возможностей. Но поменяют ли его? У меня пока не возникло уверенности. Я вот не вижу необходимости, Шойгу менять. Если бы хотели поменять, давно бы поменяли. А сейчас что? Сейчас что, плохая ситуация? На него же надо менять, когда повесить всех собак. Да, Путин никогда реактивно этого не делает. Он не меняет в моменте недовольства. Исключать нельзя. Он может поменять. Но на кого? На Дюмина, на охранника Путина. А если дела и пойдут с СВО и с всей этой работой не очень, то на кого потом тогда кивать? Понимаете? Так хотя бы на Шойгу можно повесить. А так зачем Дюмина палить? Который губернатор Тульской области, бывший его охранник, в своё время был замминистра обороны, между прочим. А вот, Чувака Вагнер создавалась с Пригожиным. Но я бы сказал, что 50 на 50. Но 50 – это такие проценты, в которые скорее Шойгу власть сохранит. Вернёмся к этой открываемой инаугурации. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, почему так продемонстрировали показательно Кадыра? Я не думаю, что его прям показать, но он сам в камеру лезет. Он же вроде бы болел, да? Вот он куда-то пропал из этой медийной плоскости. Говорили, что он уже там состояние здоровья критическое. И вот он такой весь здоровый. Может быть и поэтому. Может быть, Симонян выложил специально поэтому. Он может болеть, исключать того, что его преследуют какие-то заболевания, которые вот новая газета Европы, по-моему, написала, что у него там что-то с печенью. Опять же, не проверяем. Ну, сложно проверить. Понимаете, достоверной информации мало, слухи ходят, но по виду по его, ну да, вид какой-то странный. Отличается от того, каким он был. Но вот утверждать, что он вот смертельно болен на завтра момент, а как проверить? Вот как проверить? Это тайна большая, там, вовлечены в неё несколько человек. Поэтому пока вот он двигается, пока приходит по ряду косвенных признаков, по какой-то суете вокруг Чечни и руководства Чечни, можно определить, что, ну, возможно, может быть, и действительно готовить какого-то приемника. Но пока это факты не очевидные. Понимаете, они есть, но утверждать стопроцентно, что у Кадырова уже там отказали почки, печень, что там ещё, я бы вот не решился. У меня такой информации как бы нет. Я сужу вместе со всеми по публичным источникам, по виду Кадырова, как он выглядит. Могли его специально показывать, но, с другой стороны, если ты слишком сильно специально показываешь, значит, ты тем самым подтверждаешь, что есть необходимость показывать, значит, действительно там что-то не так, согласитесь. Вот. А если ты не навязчивый это делаешь, тогда и не мешает ощущения. Ну вот. Марк Захарович, а вот в иерархии путинской власти какое место занимает Кадыров, насколько Путин от него сейчас зависим? Да нет, Кадыров занимает своё место, хоть и особенное. Он не равен ни одному из глав субъектов федерации, а кому он равен? У него полномочия несметные, у него фактически своя армия, у какого губернатора или главы республики есть своя армия. Но беда его Кадырова в том, что он за эти два небольшого года войны он проявился не лучшим образом, потому что пресловутая вся эта силовая составляющая Кадырова, она же решающей роли и такой важнейшей роли в войне не сыграла. Разговоров было много, что он там до Польши, до Вашингтона дойдёт, куда он там что-то дойдёт. А войска-то его тикток войска себя никак не проявили, и я думаю, противники Кадырова, они есть, в окружении Путина есть, ФСБ точно не очень счастлива от особых полномочий Кадырова и особого его положения, они этим воспользовались. Поэтому Кадыров, заметьте, меньше делает публичных заявлений, плюс у него же была связь с Пригожным. Они вместе критиковали Минобороны, если вы помните, Лапинам предлагали с автоматом окопытии, это было в сентябре 22-го года, когда, собственно, имело место успех Харьковской операции, ну и так далее. Это тоже не прошло даром, понимаете, это тоже не, скажем так, не забылось, и об этом тоже будут помнить, и, наверное, какие-то выводы сделают относительно всей этой ситуации, когда всё-таки понадобится менять на кого-то это руководство, если он действительно будет плохо со здоровьем, то шанс по его приемте, по Делимханову, Даудову или других будет меньше, чем у какого-нибудь ставленника Кремля непосредственно, не знаю, кто это будет, Аптела Лаудинов или кто-то ещё. Так что его положение, оно пошатнулось за период войны, я бы так сказал. Марк Захарович, отметилась на этой так называемой инаугурации также спикер Совпеда заявлением о том, что день инаугурации в России следовало бы сделать выходным днём. Так в ближайшие годы до памятников Путина могут дойти во всех российских регионах. Патриенка что-то угрожает? Вот чем продиктовано такое заявление? Нет, ничего ей не угрожает, она в этой иерархии занимает своё место, она такая кукольная фигура, уже стареющая такая, знаете, партийная дама, ничего ей не угрожает, никто на ней не висит, это тимбилдинг у них такой. А чем продиктовано такое желание выслужиться? Да, она всегда такой была, разве до этого она не выслуживалась? А что реально изменилось с момента её руководства с этой федерацией? Хоть что-нибудь изменилось? Она всегда такой была, просто, ну, может, на это больше обращать сейчас внимание, под обострастием может, как-то добавила, прикрутила, там, лизнула, да? А так-то, в принципе, всё то же самое она и говорила. Она вот недавно, например, интервью, видел её кусок, она, значит, Матвиенко заявляет, у нас, говорит, никто не закручивает гайки, не собирается. Понимаете? А то, что происходит, это что? Тут до расстрелов рукой подать. Что это? Памятников Путина, не потому даже, что Путин так вот хочет этого, а потому что его экосистема такая. Понимаете? Она вот должна этот культ возвести там на невероятную высоту для того, чтобы укреплять постоянно слабеющую натуру Путина, потому что, ну, как власть его должна укрепляться, вот он стареет и слабеет, ну, человек объективно стареет, он на восьмом десятке, да? А рисовать его должны неким таким могучим Зигфридом с мечом Нибелунгов. Сталин тоже, ведь он, он как, у него рука сухая была, морда рябая, курил, пил, он к своим 70 годам был разваленный, понимаете? Вот эти разговоры про то, что Сталин там чуть ли не на фронт ездил, там еще помоложе был, это все ерунда. Он сидел на своих дальних дачах, на этой Кунцевской и так далее, еще и потому, что нельзя было себя показывать народу, понимаете? Старым нельзя было, а в это время памятники, картины, там еще что-то рисовали его чуть ли там не каким-то там, знаете, красавцом таким сорокалетним и так далее. А был он страшен, как чертила, понимаете? Ну, чистый сатана. Так и с Путиным будет происходить, понимаете? Все больше ботокса и все меньше желания демонстрировать этот ботокс непосредственно. Тем более, благо технологии в 21 веке позволяют. Они дойдут, ну, непосредственно, может быть, не дня инаугурации будут его делать нерабочим днем. Ну, что-нибудь другое придумают. Культ есть, культ они будут укреплять, потому что культ это необходимая часть тоталитарной системы. Есть у них один прогал, потому что нету идеологии. Встроенной, ясной, вот когда мы говорим о целях этой же войны и так далее. Они ее пытаются создать, она у них очень хреново получается. У них единственный идеологический институт, за который они реально могут цепляться, это РПЦ, потому что, ну, как бы традиционные догматы и все остальное позволяют эту идеологию поддерживать. На нее нанизываются и традиции, и русский мир, и все на свете. Вот, но тем не менее, тем не менее, работа-то идет, она к чему-то приведет, вот, успешно, неуспешно, поглядим. Но в любом случае существование культа, повторяю, это неотменяемая, необходимая и неизбежная часть, часть всей этой, связанной с Путиным, истории его несменяемого пребывания у власти. Вот уже, там, третье десятилетие. Дорогие, Захарович, изменим тему. Недавно Соединенные Штаты Америки, они обвинили Россию в использовании в Украине химического оружия, ну, и, собственно говоря, с фронта неоднократно поступали сообщения о том, что все чаще россияне начинают использовать химическое оружие против вооруженных сил Украины. И вот организация по запрещению химоружия выступает заявлением о том, что взаимные обвинения Украины и России в использовании химического оружия являются, цитата, недостаточно обоснованными. Ну, скажем так, действительно, в принципе, нужно подтверждение, они должны быть очевидны, они должны быть проверяемы, они должны быть доказуемы, но, и одно но очень важное, Россия его ведь применяла, понимаете, она в Сирии применяла это химическое оружие, у нее опыт, у нее практика, в Алеппо, там и так далее, сбрасывали бомбы в соответствии фосфорные, там и так далее, там видели, по-моему, и ПРИД даже применяли, вот, там то ли под видом самих сирийских войск, то ли непосредственно участвовали, то есть, понимаете, какая штука, у России дурная репутация по этой части, Украина, где она, в Сирию, что ли, бомбила, Украина, она где воевала-то, понимаете, Украина нигде этого не делала, а вот Россия это делала, и поэтому, хотя бы уже по этому основанию, можно допустить, что в России такой опыт есть, и такие намерения могут быть, более того, Россия производит это химическое оружие, вот это очень важно, а вот новичок, которым они не травили, то Навального, то Скрипалей, это что, это вообще боевое отравляющее вещество, понимаете, и запасы химических веществ, уже многократно проверено, доказано, факторами с цифрами в России есть, хотя химическое оружие должно было быть уничтожено, оно не уничтожено, более того, есть косвенные, а где-то и прямые доказательства, из-за того, что Россия химическое оружие производит в необходимых количествах, вот во всяком случае для применения его в боевых целях, она его производит, понимаете, и это свидетельство очень дурное для Москвы, и явно, так сказать, не в ее пользу, то, что организация по всеобщему запрету химического оружия не берет на себя ответственность поддерживать эти обвинения в отношении Москвы, но, слушайте, это может многими причинами объясняться, как объективными, так и всякими другими, но повторяю, что если подобные факты есть, то их нужно документировать, нужно, чтобы комиссии появлялись, нужно международные, которые бы это фиксировали, потому что это серьезное обвинение, и если вы меня лично спросите, я считаю, что они могут применять его, применяли или нет, будем спорить, но могут или нет, могут, Москва может применять, все для этого есть, как из тех вышеперечисленных условий, которые я обозначил, применял или нет, ну, будем думать, что это пока не доказанный факт, хотя исключать ничего нельзя. А почему это сложно доказуемо, ведь вывод этой организации по запрету химоружия достаточно странный, учитывая, сколько фактажа было собрано о том, что Россия использует химическое оружие. Ну, я не эксперт, это очень важно, нужно разговаривать с экспертами по химическому оружию, специалистами, химиками и так далее, которые имели отношение. Ну, правовая часть вот в доказуемой базе, она действительно очень удобно доказала. В чем проблема химического оружия? Оно его применило, оно вообще и улетучилось, его уже нет, понимаете? Ну, наферные, специалисты, эксперты, они, наверное, это все равно имеют возможность по степени поражения живых организмов на местности, снимают какие-то, так сказать, следы, и это доказывается. Ну, я повторяю, я не специалист, но думаю, что если это локальные применения не имели места, то, возможно, Москва допускала возможность того, что это будет зафиксировано, и, возможно, применяла те виды отравляющих боевых веществ, химических веществ, которые, в общем, оставляют мало следов, или почти не оставляют следов, я могу такое допустить. Опять же, повторяю, хочу говорить, я не специалист, специалист об этом будет говорить более компетентно, но допускаю, что это именно так. Субтитры сделал DimaTorzok